Саламасызбы! Мы наспех изучаем новую тему и даём задание. Очень сложно уложиться в полчаса, потому что должна быть обратная связь с учениками. Перерыв между уроками пять минут. За пять минут мы успеваем только приготовить доску к следующему уроку. Ученики начальных классов и того вынуждены учиться в подвале школы, потому что в здании не хватает кабинетов. Всего дети учатся в пять смен. Учёба начинается в семь утра и заканчивается в семь часов вечера. Зимой в подвале сыро, из-за чего на стенах появляется плесень. В подвале учатся четыре класса начальной школы. Зимой здесь холодно. В подвале нет окон. Стены тоже старые. С осени покрываются плесенью. Дети зимой часто болеют. Урокская средняя школа была построена в 1989 году и рассчитана на 320 ученических мест. Однако на сегодня обучаются 2500 учеников. С каждым годом количество учащихся увеличивается. Это связано с внутренней миграцией. В нашей школе учатся жители близлежащих сёл и новостроек Бишкека и Суклукского района. Школа расположена на центральной трассе, поэтому многие привозят своих детей сюда. Но в отличие от других школ, соседних сёл и новостроек, наша школа двуязычна и имеет хорошую материально-техническую базу. Для решения существующей проблемы директор школы Айгуль Исакова обратилась в правительство. И в 2019 году на территории школы началось строительство нового корпуса. По проекту здания должны были завершить за один год. Однако финансирование было временно приостановлено на этапе, когда корпус завершили на 99%. Изначально выделенных денег оказалось недостаточно. Недавно Министерство экономики и финансов выделило средства, но Управление капитального строительства Чуйской области тормозит строительство. Они говорят, что должна проверить экспертная группа и только после работа продолжится. С тех пор прошло два месяца. Я устала обзванивать всех чиновников. Директор уроковской средней школы обеспокоена тем, что на стенах нового корпуса уже появились микротрещины. По ее словам, это повлечет за собой серьезные конструктивные изменения. Кроме того, осталось достроить туалет и котельную. После нужно подключить отопление к котельной. Официально было обращение соответствующего института с системой стойкости. Ихними специалистами нам дали заключение, экспертное заключение. В прошлом году, согласно соответствию этого экспертного заключения, произведены работы. Сейчас производится монетонник. Такое отрицательное, что трещины будут углубляться. Нет такого. И опасности нет. На завершение строительства дополнительного здания школы Министерством экономики и финансов было выделено 5 миллионов сомов. По данным Управления капитального строительства Чуйской области, корпус закончит и в эксплуатацию. Дадут в ноябре. Да, вот я могу перечислить дополнительные работы, которые не были учтены в проектной смертной документации и в договоре с строительной компанией. Например, первое, значит, отопление, технологическое оборудование, вентиляция, наружные сети теплоснабжения, элеваторные, наружные сети электроснабжения, наружные, котельные, теплотехнические части. На сумму 5 миллионов 226 тысяч. Отметим, что дополнительный корпус Урокской средней школы строился на финансовые средства единого депозитного счета по борьбе с коррупцией. В целом счетом было выделено 96 миллионов сомов, возмещенных в результате борьбы с коррупцией.